Бисмиллахи рахмана рахмама Салату вассаламу аля Набина Мухаммадин и Алянех и Сахабих Аджмаин Ассаламу алейкум и Рахматуллахи и Баракату Би'ру Замзам Источник Замзам Пророк Ибрахим оставил свою супругу Хаджер и своего сына Исмаиля будучи ребенком в долине Бакка Как сказал Всевышний Аллах в Коране в Сурате Ибрахим Сказал Ибрахим О мой Господь поистине оставил свою семью в долине, которая не дает плодов рядом с запретным храмом Полностью Ибрахим всем своим сердцем положился на Всевышнего Аллаха Поистине Всевышнего Поистине Всевышний Аллах лучший из хранителей и Он милостивый из всех милостивых Хаджер, алейхиссалам начала искать воду для своего ребенка для Исмаиля, алейхиссалам В этот момент Всевышний Аллах послал ангела Джабраиля, который вырыл источник из-под ног Исмаиля, источник Замзам и пошла вода Замзам Тот, кто полагается на Аллаха достаточно Всевышнего Аллаха и тот, кто просит Аллаха Аллах ему дает и обогачает Поэтому это было из причин то, что племя Джурхум заселилась на этой территории Хотя никто не хотел жить в пустыне в той пустыне, которая не дает плодов но однако вода вокруг себя собирает Вырос пророк Исмаиля, алейхиссалам и женился на девушке из этого племени Джурхум Потом уже надзор над источником Замзам и Закаабы перешел в руки сына Исмаиля, алейхиссалам и передавалась из племени в племя Минкабиля и Лалкабиля Перешел в племя Хузаа а уже у Хузаа, у племени Хузаа забрал Усай ибн Келяб На этот исторический период пропал источник Замзам Потом уже дедушка пророка Мухаммада Абдул-Мутталиб увидел сон и ему указали то, что рядом с Каабы есть источник воды Замзам Курайшиты вы не могли даже себе представить то, что там есть вода рядом с Каабы хотя они возвеличивали дом Кааб как сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля в Куране поистине первый храм который был выведен для людей находится в долине Бакка то есть рядом в долине Бакка то есть имеется ввиду в Мекке и также Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, что там есть разъясняющие знамения на территории Мекки рядом с Каабы есть разъясняющие знамения одно из знамений это источник Замзам когда Абдул-Мутталиб начал бурить и вышел источник Замзам Курайшиты заревновали Курайшиты начали завидовать Абдул-Мутталибу и хотели с ним судиться за этот источник и направились в Бадии направились в пустыню на тот период там жили их судьи жили кухань предсказатели по дороге в этой пустыне когда они шли по этой пустыне люди начали умирать Курайшиты начали умирать из-за жажды и тогда на Катву Абдул-Мутталиб им баасят верблюдица Абдул-Мутталиба присела и оттуда пошла вода на что сказали Курайшиты поистине тот который тебе дал воду здесь в пустыне он тот же самый то есть Всевышний дал тебе воду около Каабы и мы с тобой судиться не будем и оставили это ученые говорят то что вода замзам когда человек пьет воду замзам укрепляет его сердце то есть страх выводится из сердца и успокаивается его сердце на что они берут далиль доказательства когда пророк Мухаммад салаллаху алейхи салам перед тем как его вознесли на небо во время на первое небо помыли его сердце водой замзам ведь он посланник Аллаха должен был встретиться с иным измерением как Всевышний сказал дабы показать ему из наших великих знамений так же сказал Всевышний Аллах он увидел из знамений великих знамений большие знамения своего господа он встретился с другим измерением увидел рай ад жанна нар малик встретился с хазан нар с стражей ада который зовут малик так же то есть совсем что-то иное для посланника Аллаха дабы успокоить его сердце вывести страх помыли его сердце водой замзам так же тот кто пил воду он согласится и знает что вода она не совсем пресная она плотная вода и на что является доказатель далиль был такой ученый ибн арафа который родился в 716 году по хиджри и умер в 803 году по хиджри он был из Туниса имам джамиа зайтуна имам мечети зайтуна великий ученый известный ученый из маликинского мадхаба вообще в Тунисе много было ученых ибн халдун тахир бен ашур из них ибн арафа и когда он собрался на хадж то что когда он собрался на хадж проезжал мимо Каира Тахира оттуда уже в Медину потом уже в Мекку в Каире он встретился с великим ученым Хафиз ибн хаджар сахибу фатх аль-бари шарх сахин бухари ибн хаджар аль-аскалане это тот кто написал книгу фатх аль-бари шарх разъяснение сахин бухари ученые раньше когда друг с другом встречались любили брать друг от друга по пользу задавать вопросы и ибн хаджар спросил у ибн арафа следующий вопрос лима ла якун ма замзам азбан почему вода замзам не пресная на что ответил ибн арафа и этим ответом был удовлетворен ибн хаджар и очень обрадовался на что ответил ибн арафа дабы питье этой воды было с намерением поклонения а не с намерением наслаждения поэтому если было бы с намерением наслаждения то есть то кто пьет например когда чувствует жажду знает что вода замзам столько не удаляет жажда как обычная вода если бы было именно питье ее с намерением только насладиться удалить жажду то бы все бы ее пили и неверующие люди и то есть не мусульмане но однако Поэтому верующий мусульманин верит в благодать и барракат этой воды. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, описывая воду замзам, сказал Вода замзам – это вкус еды, то есть имеется в виду то, кто хочет кушать, утоляет его голод. И также исцеление от болезни. Также сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, помимо исцеления, Замзам – то, с чем ты его пьешь, с каким намерением ты его пьешь, это намерение принимается. Если взять, например, мед, Аллах в Коране говорит В нем есть исцеление, но однако Всевышний не сказал то, что мед – исцеление. От чего-то есть исцеление, а чего-то нет. Касательно черного тмина, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Исцеление от любой болезни, кроме смерти. Но однако принимать черный тмин с намерением благодати, барраката, не приводится в хадисах. А именно, Замзам – то, с чем ты его пьешь, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Поэтому имам Шафи'и, он стрелял из лука и очень четко, метко попадал. И сказал Шафи'и, рахмагумлах, шрибту замзама лихада. Я выпил Замзам ради этого, с таким намерением. Поэтому, говорит, после этого я из десяти выстрелов попадал в десять, сказал имам Шафи'и, рахмагумлах. Великий ученый Ибн Джазари, который написал книгу Дурра, в которой собрал десять каратов священного Корана. Его отец, когда прибыл в Мекку, на тот момент не был еще его сына Ибн Джазари и не было в потомстве его отца ученых. И он выпил воду Замзам с намерением, дабы кто-то родился из ученых и родился его сын Ибн Джазари, который написал книгу Дурра и собрал десять каратов вместе священного Корана. Абдулла бен Мубарак, великий ученый в области хадиса, когда пил воду Замзам, сказал, «Аллахумма инни ашрабугум», «Аллахумма инни ашрабугуму ля атащьям иль киян». О, Всевышний Аллах, я пью воду Замзам с намерением, дабы не ощущить жажду, дабы не ощутить жажду в судный день. Также Хатибуль Багдади, великий ученый, пил воду Замзам с тремя намерениями, и все три намерения Аллах принял от него. Одно из намерений было «Анюльфан биджевари фулян ибн фулян», одно из намерений, дабы его похоронили рядом с таким-то, таким-то человеком, и его похоронили рядом с таким-то человеком, с которым он хотел, когда пил воду Замзам. Вода Замзам на сегодняшний день, она, аль-хамду лилля, как из Мекки, многие паломники приезжают и привозят к себе в страны. И когда они привозят все страны, барракад, благодать этой воды не уменьшается, и она не портится. Поэтому даже приводится то, что ее можно вывозить, ее привозят там в свои страны, пьют, с каким намерением ты пьешь, такое намерение принимается. И это еще было, приводится от Айши, рада Аллаху Альха, и от сахабов, то, что они вывозили воду из Мекки в другие города, и благодать этой воды не уменьшалась. Ва саля Аллаху аля Набиена Мухаммад, ва аля алихи, ва сахабихи, аджмай.